Я хотел бы сейчас представить нашего гостя. У нас ассистент, пастырь-ассистент, ассообщий по-русски будет ассистент, заместитель пастыря Артура. Баграт, пожалуйста, поднимайся на сцену. Вы знаете, вообще армяне это особые люди, как и евреи. Евреи очень интересный народ. Когда евреи вышли с Египта, все знают, как они вышли, да? Они, будучи рабами, еще вынесли все золото. Вот армяне, они наоборот. Я когда приехал, я был просто потрясен ихними открытыми сердцами, их добротой, гостеприимством. Баграт, очень рад, что вы с нами сегодня. Спасибо. Спасибо огромное. То пусть Господь благословит вас. Скажите, поедете, будете передавать привет. Скажите, мы любим Армению, любим вашу церковь, любим вашего пастора. Божьих благословения. Аллилуйя. Спасибо, пастор Валентин. Давайте чудесно быть в воскресенье в церкви, правильно? Аминь. Доброе утро, церковь. Спасибо еще раз, пастор Валентин, лидерская команда, пастор Василий, за честь и привилегию, что я могу быть здесь у вас в церкви, послужить тем даром. И сразу с моего армянского скажу, что вы поняли, что, с моего русского поняли, что я не русский. Аминь. Да, у меня специальный акцент, у меня армянский русский. Есть американский английский, есть британский английский. В Сингапуре говорят синглиш. Но сразу вы понятно. Я думаю, что ясно и так, что камнями не закидайте. Так что мы путаем женский род, мужской род и средний род. У нас нету в армянском. Мы в Галатах, где нету мужчины, женщины. Это вы где-то там остались. Аминь. Я был в Европе, вижу она, не она, он, не он. Я говорю, кто? Оно. Мне говорят, ты правильно сказал. Так что, думаю, вы будете мне понимать то, что я буду говорить. Я сюда приехал не один со мной. Моя супруга, жена моя. 32 года будет в следующей неделе, что мы вместе женаты. Единочка, пожалуйста. Но вы поняли. Ирина моя. Так что она шлифует мой русский язык. Аминь. Все время исправляет, поправляет и правильно учит меня, чтобы не путать все эти роды, которые у вас есть. И поэтому из-за того, что у вас есть женский род и мужской род, я всегда говорю, мой книга. Она говорит, ты почему? Ты скажи, моя книга. Я говорю, почему? Говорит, потому что книга женского рода. Я говорю, не, не, книга женщины и мужчины не бывает. Когда я мужчина говорю, я должен сказать, мой книга. А когда ты женщина говоришь, говори, моя книга, чтобы понятно была книга, кому принадлежит. Но оставим это филологом. Аминь. У меня со мной дочка моя и Кристина. И еще мой младший сын Давид. У меня еще есть старший сын. Он дома женат. Сделал мне дедушкой два раза. Так что не спрашивая. Но перейдем к проповеди. Огромнейший привет из нашей церкви, от пастора Артура. Знаете, мы вас очень любим. Он здесь у вас был. Не знаю, так полюбил от вас. Команда была у нас в Ереване. Школа у нас проходила. Так что и здесь будет в ноябре. Мы верим, что в ноябре будет здесь школа, которая будет вас благословить. Аминь. Ну, вы понимаете, мой русский. Аминь. И тема, наверное, называется «Пусть вера ваша не оскудеет». Скажи амин этому. Господь хочет, чтобы вера наша не оскудела. Особенная вещь в христианстве – это понимать друг друга. Не знаю, я только что сказал, что мы с супругой 32 года женаты. И я честно скажу вам, я ни минуты не жалел. Я славлю Бога. И у меня в сердце пришло от Духа Святого просто сказать, есть парни здесь, которые хотят развестись. И Господь говорит, не делай этого. Не делай этого. Начните понимать друг друга. И вы будете благословлены для многих. И примеров люди увидят и скажут, вот такая чудесная пара. Аминь. И это будет благословление для твоих детей. Поэтому, пожалуйста, прошу, прошу, от имени Господа не разведитесь. Будьте вместе сильны. И будет это благословление для вас и для ваших детей. И да все скажут аминь. Халлелуя. Так что я буду читать Матфея 23 глава 23 стих. И знаете, Иисус общался со многими людьми. И Он обличал, исцелял, поднимал, прошал грехи. Но есть одна группа людей, которым Он строго говорил. И нам нужно понимать, когда мы читаем Библию. Знаете, иногда мы читаем Библию и по-своему понимаем. Было такое у вас или нет? Но нам нужно не понимать, как мы хотим. Не свои мысли читать, а наоборот, дать позволить, чтобы Дух Святой открывал Писание. Чтобы мы могли понять, что Господь хочет от нас. Мы все разные. И вот я слово сказал сейчас одной паре. Дьявол вас обманул. Сказал, мы друг друга не понимаем. Я опять возвращаюсь к этому. Не знаю. Дьявол сказал, что мы все разные. Это обманывает Он. Наша сила в том, что мы все разные. И в этом есть наша сила. Скажите еще раз аминь. Я перейду к своей проповеди. Аминь. Знаете, мы разные. Да, я разный. Я сразу, глядя на меня, вы сразу поймете, что я из другой страны, по-другому говорю русский язык. Но если вы поймете, что я хочу или Господь хочет сегодня через мою устно говорить в вашу жизнь, это будет огромнейшим благословлением. Аминь. И мы называемся верующими. Мы называемся верующими. И верующий должен знать, что такое вера. Хороший электрик, я сегодня утром говорил, электрик знает, что такое электричество. Хороший электрик знает, откуда привезти электричество в дом. Хороший электрик знает, как употреблять электричество. Аминь. Правильно употреблять. Потому что если неправильно употребишь, это будет смертельно для своей жизни. Также мы верующие, мы христиане, но мы называемся верующими, и мы знаем, иногда вот приходим, говорим, я столько проповедей слышал о вере, я знаю, что такое быть верующим, я знаю, что такое вера, но давайте позволим Библию, пусть Иисус сам будет говорить через эти местописания, и мы поймем, что такое вера, потому что когда мы знаем, что такое вера, знаем, откуда оно приходит, как правильно использовать, это будет благословением, и мы будем хорошими верующими, аминь, и я постараюсь так говорить, чтобы вы могли понять меня, знаете, мы были в Грузии с женой из группы служителей, которые русскоговорящие, мы с грузинами говорим, если кто-то из Кавказа, ну, конечно, для вас Кавказ, там 72 национальности, вы думаете, что мы все говорим на том же языке, я вам скажу, вы ошибаетесь, конечно, вы не различаете Абхаза от Осетина, от Джара, от Армянина, Грузина, правильно или нет, для вас все в одно лицо, это как для нас китайцы, и мы сидим, но благодаря русскому, великому русскому языку, мы общаемся и понимаем друг друга, и мы сидим, разговариваем, знаете, мои друзья поворачивают моей жене Ирине, скажу сразу, что поженились, а она по-армянски слова не могла разговаривать, сейчас проповедует, слава Богу, амэн, и говорит Ирина, на каком языке они говорят, моя жена говорит на русском, и они говорят, так же по-русски не говорят, моя жена говорит, какая разница, говорят или не говорят, смотри, как друг друга понимают, вот это и главное, и давайте поймем, что Слово Божие говорит нам, амэн, авери, оставим все наши, то, что мы уже услышали или знаем, давайте будем, как дети, открыты Господу Богу, и пусть Дух Святой будет, говорит, Иисус обличал туда фарисеев, книжников, знаете, Он говорит, вы лицемерие фарисеи, книжники, почему, потому что даете десятину, и мы иногда останавливаемся и говорим, о, десятину давать не надо, не, 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 Иисус продолжает, говорит, этому надо было сделать, но главное, не нужно было оставить, главное, это милость, главное, это суд, главное, это вера, и поэтому чуть-чуть открою, и проповедь, как я сказал, называется, пусть ваша вера никогда не оскудеет, потому что вера важна, мы верующие называемся, амэн, Писание нас так говорит, ты скажешь, не, 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 пастор Баграт, это неправильно, ты не читал Коринфинам, я быстро говорю, то тогда верьте, что я на армянском десять раз быстрее проповедую, русский язык для меня второй язык, поэтому иногда слова нужно выбрать или на армянском переводить, но понятно говорю, амэн, халлелуя, и я знаю Коринфинам, там Писание говорит, что вера, любовь и надежда, и вера из них больше, амэн, я знаю эти местописания, я хорошо знаю, что вера действует любовью, амэн, Галатам говорит, во Христе единственная вещь, это вера, которая действует любовью, я знаю, что если у нас все тайны, будем иметь все знания, но не имеем веры, любви, имеем большую веру, большую часть веры, но и не имеем любви, тогда и ничто мы с собой представляем, но я знаю все эти местописания, но все равно я хочу сегодня говорить о вере, потому что вера, без веры угодить Богу невозможно, верою принимаем благодать Божию, амэн, вера это та рука, которая принимает то, что сделал Иисус на кресте для нас, Иисус исцелял людей, Иисус освобождал людей, и во всех этих случаях мы читаем в местописаниях Библии, что Иисус всегда говорил, по твоей вере пусть будет тебя, поэтому вера важна, и мы будем об этих вещах сегодня говорить, но до этого я хочу просто сказать, когда мы стали верующими, амэн, я был, знаете, я покаялся в 90-х годах, где-то около 30 лет я служу, помощник пастора Артура, помощник пастор, так скажу, как хотите, заместитель, знаете, он был уличным евангелистом, он когда стал пастором, я занимался, начал заниматься евангелизацией на улице проповедовали, в 90-х годах все каялись, помните, мы проповедовали люди, у нас есть кое-что сказать, сейчас одну песню будем петь, собирайтесь, где-то 200 человек, 300 человек собралось, знаете, мы делали все со своей стороны, чтобы люди стали верующими, и знаете, потом через некоторое время я увидел, что все старания мои, которые я делал, чтобы люди стали верующие, они оказались в церкви, через 3 года, через 5 лет, как-то они друг друга начали обижать, так-то или начали соблазниться, или приходили, увидели что-то не то, или вдруг кто-то какое-то горькое слово им сказал, и они уходили из церкви, обиженниками становились, начинали обижаться на пастора, на людей, на друзей, и я видел, что только делать верующим, это недостаточно, ну люди, мы должны все делать со своей стороны, как служителя, чтобы они и жили, и остались как верующие, но этого тоже недостаточно, в течение 30 лет сружения я видел, что нужно умереть как верующие, веру нужно сохранить, когда поприще свое заканчиваем, как апостол Павел говорит, поприще свое закончили, веру сохранил, евреям говорится о героях веры, которые умерли в вере, то есть это люди, которые умерли как верующие, не закончили как обиженники, или как кораблекрушение имели в вере, как апостол Павел говорит, то есть они не дошли до конца, и я видел это, люди были верующими долгое время, и вдруг что-то в их жизни, что-то случилось, и вдруг они начали обижаться, в первую очередь, конечно, обижаются на друзей, на обстоятельства, начинают обижаться на служителей церкви, начинают в конце концов обижаться на Бога, обижаться на жену, или на себя никто, так мало людей, которые начинают винить себя, или дьяволу, но знаете, дьявол пришел разрушить, Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь, и умирает, заканчивают не так, как апостол Павел говорит, духом начали, чем вы заканчиваете, плоти, начинают уходить старые грехи, те, которые раньше выпивали, опять берут водку в руках, и сегодня есть учение, ничего проблем нету, пару стаканов, три стакана, четыре, пять, норму просто держи, и поощряют этим, и люди начинают медленно уходить, кто был наркоманом, опять садится на иглу, я служу уже 30 лет, видел все это, и поэтому пришел сюда сказать вам, буду молиться, чтобы вера наша не оскудела, стали верующими, да будем верующими, и закончим, как верующие, и да поможет нам Бог в этом, аминь, потому что это важно, если мы поймем, что это главная вещь, Иисус сказал фарисеи, не понимали этого, и не воевали за веру, смотрите, я употребляю слово воевали, у нас была война, тут некоторые, которые в тех странах, где была война, война это нехорошо, аминь, но хочешь не хочешь, когда мы пришли к Господу, сразу оказались вовлечены в войну, которая идет с дьяволом, наша война не против друг друга, знаешь ты об этом, мы не воюем с другими церквями, мы не воюем с другими верующими, скажи аминь, пожалуйста, аминь, мы не воюем с пастором, или с женой пастора, но иногда бывает, да там, Аарон и Мария, они что-то увидели, о, вот у Моисея жена не такая, да какая тебе разница, ты кто такой, он сам выбрал жену свою, аминь, и Господь позволил, он лучше знает, так что, ну оставим эту часть, я у нас учу о командной работе, о единстве, а это другая часть, так что об этих вещах, сейчас в воскресном собрании не хочу говорить, но кому-то это надо было сказать, поэтому простите меня, и опять камнями не закидайте, халлелия, начните, любите друг друга, и меня тоже, пожалуйста, когда я это что-то сказал, наверное, кому-то это надо было, и смиренно принимайте, знаете, принимайте, и не только принимайте, я сижу тоже, на первом ряду, и знаете, аминь, говорить с места, это очень легко, но быть исполнителем Слова Божия, это благословление, это не всегда легко, но нам нужно быть, аминь, исполнителем Слова Божия, но смотрите, есть духовная война, апостол Павел говорит, наша война, наша брань, не против крови и плоти, у нас есть дьявол, с ним мы воюем, у нас с дьяволом, его демонами мы воюем, но когда есть война, всегда мы знаем, за что-то воюют люди, некоторые воюют, некоторые страны, за кусок земли, некоторые страны воюют, за какое-то влияние, чтобы иметь в регионе, воевали люди за золото, за серебро, аминь, на работе люди воюют, чтобы хорошую позицию иметь, у вас такое бывает или нет, да, за кресло, за менеджерский пост, не знаю, как у вас тут называют, церкви иногда, видишь, верующие воюют, знаете, за что воюют, у нас в церкви воюют, две бабушки воевали, чтобы, что делать, место занять для своих родственников, потому что у нас церковь такая, что опоздал, раньше у нас была маленькая церковь, сейчас новое здание построили, туда перешли, а раньше была маленькая церковь, опоздал, место потерял, поэтому люди раньше приходили у нас в собрание, а вы знаете, что в каждом доме есть кто-то, который задерживает всю семью, есть такие? У меня тоже в доме есть, я не скажу, я это, знаете, и я вам скажу, честно говоря, но и в каждом доме есть кто-то, который раньше приходит, но у нас были две бабушки такие, которые раньше приходили всегда, чтобы занимать за всю родню, и мы однажды увидели, как эти две бабушки встретились, и когда такие две бабушки встречаются, всегда они хотят самое хорошее место заняться, и вдруг видишь, начинают воевать за место в церкви, и ты знаешь, чем этим заканчивается? Это заканчивается христианским, как сказать, не благословлением, а благословлением в кавичках. Это кто-то, который в конце победит, другой говорит, да пусть тебя Господь благословит, а другая не выдерживает, и всегда говорит, нет, пусть тебя благословит. Знаете, это проклятие, чем благословление, потому что вопрос не в словах, а в духе, которым идет с этими словами. Ты можешь правильные вещи говорить. Фарисеи правильные вещи делали, они давали десятину, и десятину нужно давать. Они соблюдали закон, и закон нужно, то есть вещи нужно соблюдать, то, что Слово Божие говорит, но у них был дух другой, мотивы другие. Аминь? И главное, самое оставляли, а главное, это был суд, главное, это был милость. Я о милости не буду говорить, у меня очень такая хорошая проповедь, что означает быть милостивым, потому что мы знаем, что это просто копейки какие-то давать бедным. Мне быть милостивым, это больше. И Господь хочет милость, чем жертвы. Но и веру. И наша война, я вам скажу, у нас война за веру. Первое, Тимофея 6 главу, 12 стих, просто вместе почитаем. Смотрите, что говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, подвязайтесь с добрым подвигом веры. То есть у нас война за веру. Я всегда говорю, моими словами, у нас идет война, чтобы мы не стали верующими. У нас идет война, чтобы мы не остались как верующие, не жили как верующие. Назывались верующие, но жили как все остальные, которые живут на улице. И война идет, чтобы мы не умерли как верующие. Что-то случается, и вдруг разочарованные уходят из церкви. Столько лет верующие. Говорит, что случилось? А, меня не поняли. А, меня обидели. Особенно еще трудно, когда видишь мужика такого, говорит, любви нету в церкви. Это не у вас. Это у нас в Армении такое бывает. И хочешь сказать, мужчина такой здоровый, любви ищий, что ли. Наоборот, мужчина должен любовь отдавать. Говорит, любите, не говорит, ищите любви. Все мужчины сказали, аминь. И ты говоришь, а как нужно им поступать? Нужно поступать, как ваш пастор сегодня сказал, как я сегодня утром из местописания взял от Даниэля. Нужно быть такими, как Седрак, Мисак и Абеднегов. Они сказали, знаете, царь Набухадоносор, наш Господь силен. Но даже если что-то не так произойдет, обижит. Я решил в жизни, меня могут обидеть, но я обижаться не буду. Меня могут оставлять, друзья могут. Иногда бывают обстоятельства не такие, но я не буду никогда отставлен, потому что Господь верный, Он всегда с нами, и Он любящих Его все повернет ко благу. Так что Седрак, Мисак и Абеднегов сказали, Господь наш, силен спасти. Но даже если так не пойдет что-то, все равно нашего Бога мы не оставим. Знаете, такой хороший пример, наш пастор, мой старший пастор, мой друг, знаете, и он, когда Анношка ушла на небеса, и многое не понимали, он говорит, все равно я буду проповедовать, что Бог живой, все равно я буду проповедовать, что Он благ, все равно я буду проповедовать и служить, и сказать, что Он исцеляет. И Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И это Он делает до сегодняшнего дня. Знаешь почему? Потому что наши мозги, то есть наш разум ограничен, наше зрение ограничено, мы не все видим, не все слышим, не все знаем. Из перспективы вечности вещи по-другому выглядят. И поэтому будем уповать и доверять Слову Божьему, что Он благой Господь, что Он верный Своему Слову, что любящим Его никогда не оставляет. Как ваш пастор сказал, мать может оставить, Исаия говорит, бывает такое, но я никогда, Господь говорит, вас не оставлю. Можешь прийти, пожалуйста, поиграть. Аминь. Так что будем воевать, подвизаться за веру. Иуда говорит, Иуда 1 глава, 3 стих, смотрите, что говорит, говорит, подвизайтесь за веру. Там тогда было соревнование, когда вот читаешь эти местописания, люди соревнуются за какой-то кубок, кубок, но какую-то награду. У нас соревнование за веру. Поэтому Слово Божие нам учит, что апостол Павел говорит риминам, что нам дано апостольство приводить народы к вере. То есть нам дано апостольство сделать людей верующими, потому что мы называемся верующие. Если вера не была важна, то об этом не говорилось. Если вера не была важна, Господь нас не называл верующими. Я поэтому, Лука 8 глава, 12 стих, сейчас хочу читать, и увидите. Иисус тут рассказывает притчу. Будем в конце молиться вместе. Аминь. Иисус рассказывает тут притчу. Притча сеятеля, так мы называем эту притчу. Он говорит, Слово Божие, это семя, семя Слово Божие сеется. И когда Слово Божие сеется, знаете почему? Дьявол сразу приходит. Потому что вера, это не абстрактно с воздуха взятая вещь. Это не само вдохновление или исповедание просто взятое от никуда. Люди исповедуют. Я верю, я верю, я верю. Люди берут свои мысли, иногда вот этим они думают, вот я верю, будет так. Но вера основывается на Слове Божьем. Аминь. Вера имеет фундамент. Поэтому, когда Слово Божие приходит в сердце наше, ты приходишь на собрание, смотри, если ты пойдешь кому-то в гости, столько мыслей не придет. О, не иди в воскресенье. А если вдруг утром встаешь, в воскресенье хочешь в церковь прийти, видишь, вот дьявол туда и приходит. Говорит, нет, а зачем ты? Прошлое воскресенье уже было. Сейчас очень жарко. Бывает такое? Сейчас нехорошее время. Знаете, ну хорошо вы сделали, спасибо вам. И Господь пусть вас обильно благословит, что вот в этот Божий день вы находитесь на правильном месте. Повернись к соседу, скажи, я так рад, что ты здесь в церкви сегодня. Лука 8, 12. Дьявол приходит сразу, чтобы украсть из сердца Слова Божия. Смотрите, последние вот несколько вот слова, что написано. Чтобы люди не уверовали и не спаслись. Знаете, дьявол, то есть, если война не была за веру, дьявол не атаковал бы фундамент веры. Поэтому дьявол хочет атаковать фундамент веры, чтобы мы не уверовали. Потом говорит, а когда мы будем уверовать, говорит, мы можем спастись от всех проблем, которые у нас в жизни есть. Спастись. Это слово означает исцелиться, освободение иметь. И вот вера это рука, которая дает нам возможность или это способ, чтобы Божья благодать, Божья сила могла течь в нашей ситуации, в нашу жизнь, исцелиться, освобождать, понять. И мы можем иметь всякое знание. Сказать, я знаю, столько слышал, был в библейской школе, столько книг читал о вере. Но знаете, хорошо иметь знание, но я пришел сюда помочь вам, чтобы наша вера, она была активна. Ты скажешь, что это означает? Знаешь, я хочу сегодня помочь, чтобы Божья сила мог течь в твою жизнь, в твою семью, в твою ситуацию, в твой бизнес. Аминь. В твои проблемы, чтобы они могли Божьей силой решиться. А Божья сила не будет течь, если вера не будет активна. Потому что вера без дел, она мертва. Я помогу вам, как служитель Божий, 30 лет я уже служу в этом направлении, видел много чудес, опухоли исчезали, много семей видел, которые все крест выставили, сказали, невозможно, что эта семья восстановилась, но семья восстанавливалась. Я видел много вещей, которые люди, которые жизнь дьявола разрушили, то наркоманы были или алкоголем, или другими, я видел, как жизнь восстанавливается. Знаете, почему? Потому что мой Господь, которому мы служим и поклоняемся, наш Бог Иисус Христос, Он не изменяется, Он вчера, Он сегодня и вовеки тот же. Аминь. И я читаю сейчас, смотрите, я буду читать одно местописание, Лука 6, пятую главу, извините, пятая глава, 17 стих. Тут говорится, Иисус в один день учил. Там были фарисеи, там были законоучители, они пришли из всех разных мест. И сила Господня присутствовала там, чтобы исцелять больных. Пятая глава, 17 стих. Знаете, я читал этот стих. Я сидел и думал, Иисус самый помазанный проповедник, которого бы ты мог видеть. Он проповедовал. На собрании были люди, которые нуждались в исцелении. Слово исцеление, это означает, у них была проблема, другими словами. У каждого есть проблема. Иисус был там. Он служил. Он был помазан им. Слово Божие говорит, что Господь помазал его силою, да? Духом Святым. Он ходил, исцелял, потому что Господь был с ним. Но читаем, что никто из этих людей, которые сидели там, хотя они знали Библию очень хорошо. Фарисеи были, книжники были. Они какие-то специальные одежды имели, которые говорят, что они долгое время верующие. Они как-то что-то делают для Господа. Но из них никто. Никто не исцелился. И у меня вопрос был. Почему? А кто исцелился? И когда читаем всю эту историю, мы видим, там была некоторая группа людей, которые своего друга привезли, там открыли крышу, оттуда спустили перед Иисусом. И смотрите, что 20 стих говорит. Когда Иисус увидел ихнюю веру, тогда чудо произошло. Когда увидел веру в сердцах этих людей. Так что можно иметь знания. Можно наизусть знать Библию. Можно служить Господу. Можно ходить в церковь столько же лет. Но я вам скажу, будем перед Богом. Потом посмотрим фильм нашей жизни и будем жалеть, что пропустили те возможности, где можно было дать возможность Богу проявить свою силу в нашей жизни, в нашей ситуации, в наших семьях, в нашем бизнесе. А что позволяет нам? Позволяет нам в Божьей силе проявляться вера. Иисус ищет веру. И увидел ихнюю веру. И посмотрите, 6 глава, 17-18 стих. Я заканчиваю, сейчас мы будем молиться. Говорит много людей в 17 стих. Много людей из разных мест опять приходили. Они приходили, и мне нравится вот 18 стих. Они приходили к Иисусу. Мы иногда так и приходим. Господи, пожалуйста, исцели меня. И потом говорим, до свидания уходим. И нас нету еще лет три в церкви. Потому что мы пришли за исцелением. Получили, взяли, ушли, не приходим после этого в церковь. Слава Богу, все хорошо, дела хорошо, сейчас времени нету. Богу в церковь приходить. Потом, говорит, приходили они, В первую очередь послушать. Приходили послушать, а потом исцелялись, освобождались. Боже, чудо проявилось в их жизни. Послушать. Почему? Потому что сначала идет послушать, от слышания идет Слово Божьего, от слышания идет вера. И когда вера появляется у нас в сердце, я вижу, тут многие сидят через ваши глаза. Вот сейчас смотрю, я мог взять ваше внимание, и я вижу веру в ваших глазах. Но я еще этим не остановлюсь и не заканчиваюсь здесь. Сейчас точку не поставлю. Я еще, как Божий служитель, помогу, чтобы эта вера, она проявилась, и Божья сила начала просто течь в твоих. И ты уйдешь отсюда, как эти прокаженные ушли, и на дороге вдруг увидели чудо. Ты уйдешь отсюда к свою семью, к свой бизнес, ты уйдешь к своим делам, и через некоторое время ты увидишь чудеса в своей жизни. Ты скажешь, слава Господь, жив Господь, и прославится Его Святое Имя. Я уеду к себе и прославится Его Имя. Потому что только Имя Иисуса спасает. Нету другой имени, я вам скажу. Нету другой имени, которое дано нам исцелиться, спасаться и освобождаться. Это только благодаря Христу. Это только Имя Иисуса Христа. Марк 5 главу. Всю историю не буду читать и буду вот просто рассказывать, потому что две вещи сегодня будем делать. Сначала помолимся, чтобы вера наша не оскудела. Никогда, через что бы и не проходили. А потом я помолюсь и помогу, чтобы вера наша как в детстве проявилась. И Бог просто мог касаться нас обильно благодаря этой ситуации. Марк 5 глава 22 стиха идет история. Была проблема Иаир, который начальник синагоги. Дочь была больна. И он приходит, падает к ногам его. Это означает, он поклоняется, понимает, что своими силами ничего не может, свои деньги не помогут. Хотя он был богатым, хотя он имел какую-то позицию, хотя он знаменитый человек, но не всегда все мы можем со своей стороны делать, чтобы все шло хорошо. Вещи случаются, они такие. Иногда в жизни происходят вещи, мой пастор всегда говорит, жизнь это как не опустный официант или как? Официант, не знаю, у вас такое или нет, идешь, заказываешь там какую-то вещь, приносит другое. И еще доказывает, что ты это заказал. Было такое у вас? Или не бывает? У нас бывает такое. Мы были в Израиле, мое 50-летие праздновали с женой, туда пошли, мы зашли в ресторан. Я всю жизнь мечтал, чтобы в Израиле праздновать свое 50-летие. И вот так и мы поехали всей семьей. Классно сидим. У меня там есть, я много раз там был, и у меня там есть один кафе, который, люблю, старый город смотрит, так красиво, все чудесно. И там очень хороший тортик дают, честно говоря. И мы прилетели, мы в Аждот поехали, вещи поставили, я машину на прокат взял, сразу сели в Иерусалим. И вот с семьей уже закрывается кафе, поздно. И мы попали в эту кафе. Знаешь, что все они заказали свое там. Я говорю, не, я свое закажу. Вы, говорит, свое, что хотите, закажите. И вот так. Подождали, потом принесли их тортики, хотят там день рождения мое праздновать. Я жду своего. Они уже говорят, дай покушай с нашего. Я говорю, не, это вы так делаете, чтобы потом мой тортик поесть. Вы сами свой тортик покушайте, я ваши тортики не буду трогать. Они все покушали, посидели, знаешь, минут через 30 я зову официантку. Говорю, где мой тортик? Говорит, ой, извини, забыл. Ну, говорит, тогда принеси. Говорит, нет, закрываемся. Знаете, в жизни такое бывает. Я совершенно другое ожидал. Я этого не ожидал. У меня день рождения, с семьей хотел. Знаешь, я такой обиженный хожу. Но в жизни такое бывает. Но обижаться не помогает, понимаешь? Я мог обидеться, там разозлиться на официантку, на жизнь, на все остальное. Вместо того, чтобы радоваться, я был в Иерусалиме в этот день, как я мечтал, как я сидел. Мы иногда смотрим на вещи, которые у нас нету. И жалуемся. Вместо того, чтобы смотреть на те вещи, которые у нас есть. И благодарить Господа за все это. Аминь. Сказать тебе спасибо. И чудеса тогда происходят. Потому что, когда Иисус сказал, две рыбы, пять хлебов, ученики сказали, ой, а что это такое? Начали, и мы так и проклинаем, что машина у меня. Вот смотри, у соседа новая. Там у вас какие машины хорошие? Я не знаю, так много. Вот он, Лексус самый последний. Или у него сейчас Тесла такого моделя. И у меня такой, какой-то Мерседес. Старый. Вместо того, чтобы сказать, слава Господи тебе, и за мой Мерседес. И за все, что у меня есть. И за то, что я сегодня, не как бомжом лес, нахожусь на улице. Слава Богу, за жену мою, которая есть. Ты скажешь, а она так много говорит. Слушай, у некоторых жены вообще нету. Радуйся. Я знаю парней, которые ищут, не могут найти. Ты нашел свою половину. Аминь. Слава Богу, за детей. Иисус взял этих хлеба. Две рыбки. Взял, благодарил. И чудо произошло. Аминь. Оно не хватало, мало было. Согласен. У тебя, может, все, что есть, не хватает. Здоровья не хватает, но не начни проклинать свою жизнь или жену, или мужа. Благодари. Поднимай перед Богом. Таким сердцем чудо пройдет в твою жизнь. И вот пришел к Иисусу. Потом Иисус говорит, пойду помогу. Он всегда готов помочь. Всегда Иисус готов помочь. И потом читаем дальше одна женщина, 27 стиху. Когда услышала об Иисусе, подошла сзади, прикоснулась к одежде Его, потому что внутри себя говорила, если я, хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью. И в тот час, в тот час источник крови исчез, она шутила в теле и была исцелена от болезни. 34 стих и 36. Смотрите, что Иисус сказал? Иисус сказал, кто эта женщина? Кто эта женщина? Ученики говорят, многие коснулись, но не, кто-то коснулся по-другому, верою. Потому что Иисус потом сказал, женщина твоя вера исцелила. исцелила твоя вера. Сейчас будем молиться. Смотрите, все молятся сегодня. И мусульмане молятся, и другие, много христиан молятся. Все касались Иисуса, но кто-то по-другому прикоснулся. И мы будем сегодня просто не молиться, просто так. Будем молиться верой и касаться. Вера – это действие на основании Слова Божьего. Будем касаться через веру. И пусть чудеса произойдут. Аминь. Лука 2, 2 глава 31 стих. Может прославление прийти, потому что я заканчиваю, сейчас будем молиться. 22 глава 31, 32 стих. Смотрите, Иисус сказал Петру, мы знаем, что Петр, ты отступишь от меня. Он знает все в нашей жизни. И когда Он сказал, что ты отступишь, Петр сказал, да такого не будет никогда, Иисус, я тебя не оставлю. Но Иисус знает, что у нас в пище. Аминь. Иисус знает, что с Петром это случится. Еще три раза сказал. Конечно, когда произошло это с Петром, он так заплакал, потому что увидел, я такой слабый. Не все могу. Моя сила, мои деньги, мои возможности знакомы. Это хорошо. Аминь. Это хорошо иметь. Это все хорошо иметь. Вот мои американские друзья, говорят, ты как армянин, понимаешь, русскоговорящий. Я говорю, в первую очередь, моя жена наполовину, русская еврейка там. Мы жили еще с этим русскоговорящим народом 70 лет. Поэтому мы друг друга понимаем. Я ему говорю, смотри, я тебе вещь скажу, ты поймешь? Говорит, Алла Пугачева пела песню, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Говорю, ты эту песню знаешь? Говорит, нет. Говорит, знаешь, что это означает? Что деньги не все решают. Говорит, нет, в Америке деньги не все решают. Я говорю, не, 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 у нас мы в таком стране жили, что деньги не все решали. Нужно иметь друзей. Нужно иметь правильных людей. Аминь. Везде знакомых. Вот поэтому я их понимаю. А ты это не поймешь, потому что для тебя индивидуально живешь, друзья не нужны, на людей не обращаешь внимания. И смотрите, вот Иисус знает ситуацию Петра, знает, что с ним будет произойти, что его деньги, возможности не всегда помогут. И поэтому Петру говорит, Петр, я помолился, Сатана хотел разрушить твою жизнь, Сатана хотел, чтобы вас, говорит, сделать сеть, как пшеницу, но я помолился, чтобы вера твоя никогда не оскудела. Потому что, когда вера не оскудеет, ты пройдешь через все. Когда вера твоя, не потеряешь веру где-то, когда дьявол не украдет веру, а вера будет у тебя, потому что она дорого стоит. Вор дьявол, он приходит, вор не приходит за драгоценными вещами. Если дьявол атакует на веру, это означает вера, она дорого стоит. И поэтому Иисус молится, чтобы веру не потеряли, вера не оскудела, наоборот, чтобы вера наша была сильная. В Библии очень много примеров, пусть Иисус живет вера и в сердцах наших. Я могу так много примеров взять, но я заканчиваю свою проповедь. Будут две молитвы молиться. В первую очередь, чтобы вера наша никогда не оскудела. И будем еще молиться вместе, потому что Слово Божие говорит, двое-трое соглашаться, как ваш пастор сказал, Иисус здесь, Его сила здесь, как я читал. А вера наша, это молитва наша, которая действия веры. Будем этим касаться и молиться за друг друга, за наши церкви, за наши семьи, за наших пасторов и служителей, за наших родственников, те, которые отступили, те, которые не в Боге сегодня, чтобы Господь смог прийти в их жизнь и делать свои чудеса. И так будет путь во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Пожалуйста, встаньте. Я не знаю, в русском языке такой есть у нас, непонятно, на армянском. Встаньте на свои ноги. Вы тоже так говорите? Я всегда поворачиваюсь к жене, потому что, когда перевожу на армянский, я говорю, а на чьи ноги я стану? Я же всегда на свои ноги стою. Не знаю, почему вы так говорите. Встаньте на свои ноги, а как на других же. Ну ладно, оставим это русский язык русским филологам, пусть они решают, потому что армянину еще изменить русский язык, это вообще будет не то. Аминь. Но давайте сейчас помолимся вместе. Аминь. Давайте пусть прославление просто вот так возьмут, будет медленно прославлять Господа. Будем честны перед Богом. Пожалуйста, не всегда быть таким суперменом. Фильмы нас учат всегда. Не мини в супермане, он супермен. Ему мы поклоняемся. Благодаря Христу и его силе, Духом Святым, который он дал, ни силою, ни с могуществом. Будем честны всегда, как этот отец, у которого сын был в проблеме. Он не так пришел к ученикам, ученики не могли помочь. Он пришел к Иисусу. Иисус говорит, слушай, если можешь верить, все возможно верующим. И он сказал, верую, Господи. Но потом вдруг посмотрел в свое сердце, посмотрел в свою жизнь, и что увидел? И увидел, что нет, веры там нету. Неверие, страх. И он пришел, говорит, а, не, 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 Иисус, помоги, пожалуйста, моему неверию. И мы будем так молиться, если какой-то сфере вера оскудела, пусть сильнее станет. Пусть Господь поможет, придет с силою, духом верим и поднимет нашу веру. Аминь. Чтобы Бог мог действовать и сила Божья могла присутствовать, начни молиться, Отец, мы славим тебя. Кибалас силикия, лабасы. Молись в языках, языками, Отец. Кибалас салако, Отец. Отец, Отец, Аппа, О, Бабуха, Берже Мадонай. Лейбас силикия, лабасы. Отец, я благодарю тебя, Отец. Я славлю, Отец, за чудесную церковь, Отец, за сегодняшний день. Я благодарю, Отец, за драгоценных, Отец, братьев и сестер, которые сегодня собрались, любят Господа. Отец, я славлю, Отец, за их сердца. Я вижу веру в их сердцах, Отец. Я вижу, Отец, любящие сердца, Бог. И я молюсь, Отец, пусть вера ихняя никогда не оскудеет. Я молюсь и прошу, Отец, пусть, Отец, вера будет расти, Отец, никогда пусть они не оставят, не потеряют никакой атаки дьявола. Не будет, Отец, дать возможность, чтобы вера у них где-то осталась там. А наоборот, пусть будет ихняя вера. Вера этой церкви, членов этой церкви, служителей, которые отсюда выходят и ведут, Отец, чтобы Евангелие проповедовать в разных странах, в разных местах. Пусть вера будет, Отец, сильная. Я благодарю тебя, Отец. Я знаю, что ты слышишь, всемогущий Бог. И мы сейчас молимся вместе. Я не знаю, как вы делаете, но у нас мы держим вот так руку друг к другу. Можете, пожалуйста, вот так взять руки друг к другу. Если у вас, не знаю, в Европе, в Америке, может, не принять, не делайте, но возьмите там, пожалуйста. Отец, мы сейчас молимся вместе. Согласи, Отец, за каждую проблему, за каждую семью, Отец. Если у кого-то какая-то проблема, слово твое гаит, когда двое, трое согласятся, поднимут, Отец, молитву свою. Мы поднимаем и прошим, Отец. Пусть твои чудеса произойдут, кто больные, пусть исцеляются. Отец, кто нуждается в освобождении, пусть освободятся, Отец. У которых проблемы в семье, у которых дети отступили, у которых, Отец, родственники еще не покаявшие, Бог всемогущий, отдаем твои руки, Отец. Коснись, Отец, пусть эта молитва придет, Отец, перед престолом благодать, и эту благодать и милость сверху, Отец, пусть придет чудесами в их жизни. Отец, я молюсь за бизнесы, я молюсь за семейные отношения. Я прошу, Отец, поднимаемся, Отец, поднимаемся этим просьбе перед престолом и благодарим тебя, то, что ты слышишь. Подними руки сейчас, пожалуйста, начни благодарить, Отец. Мы подняли, Отец, как Иисус, поднял два рыбы и пять хлебов. Благодаря поднял, Отец, и сказал, благодарю, и мы благодарим, что имеем Бога живого, что благодарны, имеем такого Отца, благодарны, что ты тот же самый, наш Бог, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки. И мы принимаем, Отец, принимаем твои чудеса и обещаем, Отец, что будем твое имя прославлять, обещаем, что будем, Отец, благодарны тебе прославлять и поднимать. И пусть твое имя, Отец, всегда будет прославлен. И мы все это молились во имя нашего Господа Бога, Иисуса Христа. И весь народ сказал, Амин. Спасибо, Божий народ. Давайте дадим аплодисменты. Халлилуйя. Спасибо. Спасибо за сегодняшнее утро, пастор Валентий. Спасибо за эту честь, что мог бы у вас послужить. Весь тут благословлением. И пусть, Амин, всегда, куда вы ни шли, Его имя было, Его имя было прославлено. Давайте прославим Его. Амин. Амин.